Стать миллиардером легко. У Бобруска прошел инвест-викенд, где были проставлены 26 проектов. Эксперты, инвесторы и ауторы стартапов сострелились на одной пляси социей. Как у всех это працуют, ведут наши корреспонденты. Студентка Белорусско-Российского университета Ангелина Перамошца инвест-викенда. Разом с однокурсницей яны распрацевали проект створения нижней биолизны для молоди. Наш проект заключается в том, что мы общались с многими девушками, общались с подростками. И проблема в том, что как раз таки и для подростков, в том числе, очень сложно найти нижнее белье. Зараз Дяутшин керахтуется до реализации своего проекта «Юсти инвестор». Ангелина Кажа страшно было только на подшатку. Когда видишь заинтересованность других людей, которые имеют влияние какое-то в обществе, причем не какое-то серьезное, это дает понять, что это не просто проект, который умрет в зародуши, а который вырастет во что-то большее и принесет пользу обществу. У Беларуси инициативной и активной молодей есть мажемость развиваться, причем, у любой сферы. Везде есть люди, которые заинтересованы в коммерциализации от инвестора, который просто-напросто даст денег и потом получит прибыль. И заканчивая, я не знаю, тут он центр поддержки малого предпринимательства, технопарк Могилев. Уникальность, эффективность, инноваторство. Гэтага, на жаль, недостаткова, как проект принес поспех и вялекие гроши. Эксперты подлечили, только 10 стартапов притягивают свое иснование. Именно это жадание працевать играет частяком в изначальную роль.